Машины будущего, которые решают проблемы сегодняшние. Кто у нас производит струнный транспорт и низкопольные трамваи? Об особенностях национальной техники в репортаже программы. Машины будущего, которые решают проблемы сегодняшние. Белорусские разработчики презентовали Юнибус и Юнибайк. Так называемый струнный транспорт движется над поверхностью Земли. Максимальный разгон 150 км в час, но в перспективе 350. Тестируют пилотные модели в экотехнопарке в Минской области. Здесь же недалеко от столицы выпускают и низкопольные трамваи. Разработка предназначена для экспорта. Технические и маркетинговые особенности инновационного транспорта на тест-драйве изучил Алексей Кондратенко. Вот так выглядит транспорт будущего. Экотехнопарк под Марьиной горкой. На старт выходит Юнибайк, модель двухместная. В перспективе может вместить и семью из шести человек. У транспорта будущего характеристики вполне сегодняшняя максимальная скорость в городе 150 км в час. Таким образом, уже в формате Интерсити путь, к примеру, из столицы Влагойск займет всего 12 минут. Два струнных рельса вместо дорожного полотна, отсутствие препятствий при движении, экологичность. Разработчики Skyway уверяют, у такого рельсового электротранспорта более низкие эксплуатационные издержки. А значит, ниже и себестоимость городских и пассажирских перевозок. Это нового типа транспорта, эстакадного типа, где основой является струнный рельс. И подвижный состав, подвесной и навесной, на остальных колесах и с электроприводом. Если сравнить с эстакадами, допустим, традиционными, железнодорог, наши эстакады дешевле в 30 раз. Если сравнить с эстакадами монолизовых дорог, наши эстакады дешевле в 15-20 раз. Поэтому, естественно, все быстрее купится. Сегодня разработкой и выпуском транспорта будущего занимается более 300 человек. Это дизайнеры, конструкторы, архитекторы. Пока основной экспортный ориентир такие азиатские страны, как Индия, Индонезия и Китай. Мы работаем по сейчас двум направлениям. Это перевозки в городе. Перевозки от города к городам-сателлитам. И грузовые перевозки для добывающих компаний. Например, это перевозка угля, перевозка железной руды. Также сейчас в планах мы еще хотим взять направление контейнерной перевозки. Потому что это, конечно, огромный рынок отдельный для портов. У предприятия же «Штаблер Минск» свой экспортный вектор. Новейшая разработка – трамваи «Метелица». Готовятся к отправке в Санкт-Петербург. Низкопольная техника создавалась эксклюзивно под заказ наших соседей. В одном из кварталов города на Неве сформируют целую сеть электротранспорта. Экспортный потенциал «Метелицы» не ограничивается только нашими восточными соседями. Техника по всем параметрам готова встать на рельсы любого города СНГ, где есть трамваи. Зарядка гаджетов, светодиодное освещение, система подсчета пассажиров – далеко не все опции низкопольного транспорта. Уникальная длина, наверное, трамвайного вагона, которая превышает 33 метра, и, соответственно, пассажировместимость трамвайного вагона, которая в настоящий момент составляет 376 пассажиров. Конечно, не лишним будет сказать, что трамвайный вагон полностью предназначен для перевозки лиц с ограниченной мобильностью, то есть имеются соответствующие места, и не только для инвалидной коляски, но и для, скажем, пожилых людей. Сегодня новые трамваи испытывают на улицах Минска. Техника в движении как без загрузки, так и с балластом. Проверяют в действии все системы. Машиностроители не сомневаются, метелица займет достойное место в компании их же мировых бестселлеров с не менее симпатичными названиями «Кис» и «Флирт». Алексей Кондратенко и Виктор Борисов. Сфера интересов. Это все темы сегодняшней программы. Наш эфир подошел к завершению. Увидимся завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok